Друзья, всем привет! Сегодня иду к Диме опять на квартиру. Нужно забрать муку. Надеюсь, забрать лестницу у соседки. Сильный ветер. Солнышко светит, но сильный ветер, конечно. Вот наш домик. Пойду сейчас еще другой дорогой. Вам тоже покажу облачку. К нему много дорог ведет. Именно улицы как распределены. Ну, в принципе, чтобы все в другую сторону идти. Все, это у нас вот тоже начинали строить. Наверное, хотели какой-то супермаркет или что-то недостроили. Я раньше ходила вон там чуть ниже, в проулочке. А теперь вот здесь прямо именно за вот этим недостроем буду идти. Вот этот недострой остается у меня за спиной. А мне вперед идти. Вот тоже здесь двухэтажный такой старый дом. Но этот в хорошем состоянии. Тут, наверное, живут. Красиво так виноград отплел. Здесь улица жилая. Не страшно идти. Это там я забрела в какие-то дебри. Тут я сейчас вам покажу. Вот чуть-чуть осталось пройти. Дом такой красивый. С куполами. А вот и домик. Только что-то там прямо страшно идти. Собаки мапкают. Ну, я думаю, они не погусают. Вот скажите, что я сюда хрусь? Ну, я же хорошая. Не должны мне попасать. Гляньте, какой красивый. Подходил, они во двор позапрятались. Какой красивый. Тут еще ремонт идет. Напротив, конечно, слона нет. Ну, все равно люди живут тут. Видите? Все, пошли вперед. Это вид. Уже я прошла. Так, чтобы полностью показать. Красиво. Конечно. Все, собаки меня не тронули. Все, собаки меня не тронули. Все, я дома. Замерзнет. Вот у меня. Тут и чеснок, и лук. Разный покупала. Сейчас повыбираю разного. А потом сверху еще укропчик посею. Чтобы тоже был ранний. Все, укропчик посею укропчик. Вот укропчик. Вот у меня укропчик. Надеюсь, он не замерзнет. Ну, а замерзнет, мне через ноль все посажу. Сейчас буду выбирать местечко, куда чеснок посадить. Наверное, сюда. Ну, вот чеснок точно так же я палкой вот такой сделала. Луночки. Покидала, выбирала покрупней. Сейчас тоже заверну. И тоже посею укропчик сверху. Ну, что, все-таки я решила по две луночки. Вот здесь посадила. Лук, по-моему. Здесь чеснок. И вот здесь еще. Здесь, по-моему, чеснок. А здесь лук. Ну, не важно. Короче, по две луночки сделала. И укроп везде посадила. А теперь мне останется еще. Ой, забыла, как называется. Выкопать цветок. Вылетела с головы. Ну, не суть. Важно. Короче, еще он пока стоит. Еще морозов нет. Для первых морозов. Георгина вспомнила. Вот. Еще, сейчас я вам покажу. Я ветку все-таки спиляла одну. Вот с этого куста. Думаю, потихонечку все-таки буду. Начала с этой стороны. Вот она. А потом уже буду мелкие. Пока сырое, оно хорошо спиляется. Но в силу прикладывать надо. Вот она у меня. Пусть пока здесь полежит. Потом куда-нибудь ее положим. Все спиляю. Вот. Все. На сегодня работа закончена. Друзья, наконец-то дошли руки у меня до унитаза. Дело в том, что у меня краник перекрытый, а вода все равно уже капает. Кран уже старый. Не знаю. Наверное, ему сколько лет, как и мне. Шучу, конечно. Не держит. Сегодня пришел мастер. Посмотрел. Всем откручу. Сказал. Поменяет. И здесь краник. сам купит. И сказал, где тут поломка. Говорит, вот эта часть пропускает. Нужно вот эту часть менять. Здесь все нормально. Куда я хотела и грузик прицепить. Он говорит, нет, здесь все нормально. Именно вот эта часть. Короче, он говорит, 150 по-моему, вот эта часть. Это 250 краник стоит. Он сказал, я сам все куплю. Я ему 500 рублей дала. Завтра придет делать. Оказывается, он тут по-соседски живет. Как мы с Димой гуляем около порожка, около подъезда. Его окна на нас смотрят. Такой мужчина в возрасте уже. Но все равно подрабатывает, потому что пенсии не хватает. За работу не знаю, сколько он возьмет. Надеюсь. Вот видите, оно вот здесь вот кап-кап. Вот кран и перекрытый, а она все равно капает. Ну, надеюсь, что завтра, он сказал, после обеда часика в 4 придет. Все сделает. Тогда покажу, расскажу, сколько, сколько, что стоило. Все, закрутила. у нас тем более сейчас вода коммунальная завода подорожала. Было там 23 с копейками, но я по 24 платила, а сейчас 32 рубля. Или 31 с копейками, но я округляю всегда 32 рубля. Немножечко подорожала вода. Все остальное пока так же. Все, ребята, приходил мастер, все поменял. А это вот краник. Помните, у меня был синий, теперь стал красненький. Но немножечко пришлось шлангом другим образом закрутить. И поменял он не полностью, а вот это вот, вот эта вот часть. Она вот здесь справа находилась, вот что она испортилась. дядечка такой, знаете, из Советского Союза, уже, не знаю, ну, на разы 60 ему все так, как говорится, на совесть делал. Вчера приходил, он посмотрел, сказал, объем работы. я ему дала 500 рублей, вот он в магазине купил кран 250, что-то, какая-то, арматура 140 и прокладки он то ли по 4 рубля, ну, короче, вот, 394 рубля он потратил. короче, он мне отдает 100 рублей и еще полез за 6 рублями. Я говорю, не надо мне 6 рублей, он нет, я привык работать, вот, как говорится, честно. Я же говорю еще раз, человек Советского Союза, такого сейчас редко встретишь. вот, все он поменял, копался сильно, тут, конечно, у него были проблемы, тут тяжело было открутить старый, он там рассыпался, он тяжело так выкручивал долго, сильно там или прикипело, ну, короче, за работу он взял 300 рублей, вот, я много не беру, знаю, какое у всех положение, вот, ну, я ему сказал, спасибо огромное, теперь, что-то будет, он, оказывается, живет недалеко от нас, прямокна напротив дом, мы как гуляем, видим, ну, раз, теперь вы по-соседски, теперь мы постоянно вас просить, ну, проверили, тут, ну, я тоже бумажечкой, что все сухо, ничего абсолютно, но у меня больше волновала вот эта вот часть, вот, вот здесь, что я всегда ставила, на пробу бумажку, если капает, она всегда мокрая, вот, я сейчас поставила уже сколько, ну, она вот тут чуть-чуть, это просто ободок, наверное, еще влажный, ну, пока вроде не протекает, ну, надеюсь, что все, все нормально, так что, наконец-то, мы выбрали момент, ну, я же говорю, пока кран держался здесь еще, мы еще как-то, теперь уже, что кран потек, ну, там уже все развалилось, поэтому уже ждать некуда, пришлось все-таки менять, ну, все, с этим тоже разобрались, я надеюсь, вы поняли, что это смешное видео, не про нашего сантехника, наш молодец, все сделал на совесть, все исключительно идеально, друзья, продолжаю рисовать, уже два цвета нарисовала, темный, такой, зеленоватый, вот, я ошиблась, я прошлый раз вам сказала, тут 18 цветов, а здесь 24, вот, я не туда посмотрела, так уже, потихонечку уже прорисовывается, сегодня буду, наверное, еще один цвет рисовать,